Кафедра биохимии, биотехнологии и фармакологии продолжает проводить цикл лекций ведущих ученых для студентов и аспирантов Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. 24 октября вуз посетил советский и российский микробиолог и иммунолог Сергей Деев. В своих лекциях он подробно расскажет студентам о современных стратегиях диагностики и терапии онкологических заболеваний. Первая носит название «Инженерия антител». Она посвящена неприродным антителам, подходам к созданию их модификации и применению для целей персонифицированной медицины. В рамках лекции были проанализированы успехи и проблемы в области конструирования неприродных антител, рассмотрены модульная структура антител и возможности ее направленной модификации, а также комбинирование с другими структурными элементами и эффекторными молекулами. Академик Сергей Михайлович Деев является признанным специалистом мирового уровня в этой области. Он занимается созданием противоопухолевых препаратов против различных маркеров онкологических заболеваний. Его очень заинтересовала наша мишень, наш таргет. Он имеет опухоспецифическую природу и мы решили взаимодействовать в этой области и создать, приступили к созданию своего собственного противоопухолевого препарата, который направлен против этой интересной мишени. Последующие лекции в цикле станут прямым продолжением более подробного изучения онкологических заболеваний. Так, 25 октября состоится встреча тираностика. Профессор расскажет об основных понятиях и аспектах тираностики, перспективной медицинской стратегии, которая объединяет в себе диагностику злокачественного новообразования и персонифицированную терапию пациента. А уже 26 октября цикл завершится последней встречей с Сергеем Деевым. Новые подходы в диагностике и терапии рака. Здесь будут рассмотрены новые подходы для персонифицированного лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, которые включают разработку и применение инновационных многофункциональных структур, сочетающих в себе высокоселективные элементы для распознавания опухолевых клеток, а также возможность объединения с препаратами для диагностики и лечения рака. Мы решили прочесть цикл лекции из трех, где первая будет посвящена каким-то более студенческим интересам. Это инженерия антителы, просто введение в колоссальную область, в которой получено уже несколько Нобелевских премий. И для студентов очень полезно, нам кажется, познакомить студентов, ввести в эту область. Казанский федеральный университет всеми силами старается поддерживать исследования в области лечения различных онкологических заболеваний и дает студентам возможность открыть в себе тягу к изучению и созданию собственных научных исследований. Елизавета Казизянова, Александр Кузнецов, Хафиз Гараев, Универньюз.